Каждый серьезно занимающийся любитель время от времени чрезмерно нагружает себя в зале. Это часть процесса набора силы. Тот, кто хочет повысить свой уровень, вынужден балансировать на краю пропасти. Иногда он срывается вниз. Итак, циклическая тяжелая работа в зале, ведущая к перетренированности, не такая уж и плохая вещь. Если вы никогда не были в этом состоянии, значит вы не работали по-настоящему тяжело. Сама по себе перетренированность это не проблема. Проблема появляется тогда, когда вы, не распознав перетренированность, вовремя продолжаете перегружать себя. Перетренированность и одна или несколько неудачных тренировок – это вовсе не одно и то же. Если вы находите состояние перетренированности, то усталость хроническая. Ваши результаты падают, форма выполнения упражнений ухудшается. Перетренированность очень тесно связана с восстановлением. Отдых – это один из мощнейших инструментов в борьбе за силу и размеры мышц. Самое важное здесь – это сон. Если вы не можете уснуть, а если и спите, то просыпаетесь не отдохнувшим. Значит, пришло время вносить изменения в свой тренинг. Есть еще один индикатор – вы начинаете страшиться о аэробной нагрузке или похода в зал. А если все же начинаете заниматься, то работаете как робот, уставший робот. В большинстве случаев снижается аппетит, что ведет к потере веса. А так как вес – один из главных факторов силы, то силовые результаты начинают также снижаться. Многих это заставляет еще больше увеличивать нагрузки, таким образом получается замкнутый круг. Если вы не измените ничего, то положение ухудшится. В состоянии перетренированности атлет более подвержен различным заболеваниям. Простуде, насморку, ангине и другим заболеваниям. Человек становится раздражительным и расстраивается по таким поводам, на которые раньше даже не обратил бы внимания. Появляются различные боли, увеличивается риск получения травм. Отчасти это происходит из-за нарушения техники выполнения упражнений. У перетренированности редко бывает только одна причина. Обычно их несколько. Иногда они даже лежат вне зала. Вот почему инструкторам надо говорить со своими клиентами, знать, что они делали накануне. Если атлет всю ночь работал над курсовой работой, нетрудно догадаться, что он устал больше, чем обычно. Небольшие изменения в занятии помогут избежать неприятностей. Многие формы стресса могут повлиять на тренинг. Более того, что представляет стресс для одного человека, для другого может абсолютно ничего не значить. Большинство занимающихся с отягощениями студентов испытывают чрезмерную нагрузку во время сессии. Но не все. Некоторые, наоборот, начинают расти и добиваться лучших результатов. Погода тоже в некоторой степени влияет, особенно в тех районах, где она резко меняется. Когда она становится очень холодной или жаркой, многие люди испытывают дискомфорт. Но опять же не все. Очень часто стрессы возникают на почве взаимоотношений. Одних людей прекращение любовного романа может ввергнуть сильнейший стресс, а на других это большого влияния не оказывает. Но вот что интересно, семейные проблемы всегда играют определенную роль. Смерть или болезнь близкого человека непременно скажется на результатах в зале. Но перетренированность может быть вызвана не только внешними причинами. Иногда дело в самом занятии. Многие атлеты начинают заниматься слишком много и слишком часто, чтобы вернуть утраченные результаты. Так часто случается со спортсменами командных видов спорта, которые в сезон работают по сокращенной программе. Ну или вообще без таковой. Когда же в межсезонье они возвращаются к обычной тренировочной программе, то пытаются быстрее достичь прежних силовых результатов. Во многих случаях им это легко удается. Но слишком быстрый подъем рабочих весов может вызвать перетренированность, так как необходимо время на создание силовой базы, на адаптацию. Начинающие могут перетренироваться, потому что стремятся сразу к большим нагрузкам, не создав необходимую основу. Я уже об этом говорил в предыдущих роликах, но тем не менее, опять-таки повторюсь, помятуя, что повторение – мать учения. Как правило, виноваты не основные базовые упражнения, а изолирующие. Новички редко перегружают ноги или поясницу, чаще всего это верх тела. Им хочется больших результатов в жиме лежа, огромных рук, широкой спины, и ради этого они работают еще целый час после того, как выполнят основные упражнения. Это всегда ведет к отрицательным последствиям. Запомните. Еще раз повторю, что одно или два неудачных занятия не означают перетренированность. Во многих случаях недостаток энергии в зале вытекает из-за нарушений режима дня, сна и диеты. Я подразумеваю не отсутствие отдыха, а его недостаток, например, слишком частые вечеринки. Если человек еле-еле тащится через свои занятия в тренажерном зале из-за того, что плохо выспался предыдущей ночью, выход один – ложиться спать раньше, чем обычно. Вопреки популярному мнению, поверьте, вы можете наверстать свой отдых. Ну, теперь о диете. Люди слишком заняты, чтобы соблюдать режим питания, поэтому отдают предпочтение быстрой пище. Это отражается на результате тренирования. Не ленитесь и не жалейте. Покупайте хорошие и полезные продукты. Только одно это совершит чудо с вашим восстановлением. А хорошее восстановление – это ключевой момент в борьбе с перетренированностью. Идем дальше. Рано или поздно каждый сталкивается с платом. Это не обязательно означает перетренированность. Это часть процесса роста. Бегуны, например, тоже испытывают такие проблемы. Каждый, кто отслужил в армии, знает, ну, я надеюсь, и помнит, как новобранцев заставляют каждый день бегать все больше и больше. Они выбиваются из сил. Но командиры не сдаются. И через некоторое время люди каким-то чудом начинают все легче и легче справляться с поставленными задачами. Так происходит в любом виде спорта. Нашему организму нужно время для адаптации к возросшим нагрузкам. Так что достижение плата не всегда является сигналом к снижению нагрузки. Но дать себе немного больше отдыха в такой ситуации вы можете. Если у вас есть возможность вздремнуть, сделайте это. Если нет, то ложитесь спать раньше. Дополнительные полчаса могут совершить чудо. Далее. Причиной перетренированности может послужить физическая активность вне зала. Например, игра в баскетбол, футбол или волейбол перед занятием. Ну, это часто случается в студенческих городках. Так как атлеты любят игровые виды спорта. После игры у них остается очень мало сил для работы с отягощениями. И если это продолжается довольно долго, то наступает состояние перетренированности. Так как база для подобных нагрузок не была создана. Люди, решившие включить аэробные занятия в свою программу, сталкиваются с аналогичной проблемой. Дело не в самой аэробной работе, а в ее объеме и чистоте занятий. Любая новая физическая нагрузка должна добавляться к основной схеме тренинга постепенно. Тут важно не торопиться. Потому что любые упражнения, будь это бег, игровые или другие виды спорта, являются новым стрессом для организма. И ему нужно время для адаптации. Помните об этом. Серьезно занимающиеся атлеты никогда не бывают удовлетворены достигнуть. Ну, если они выполнили пресет, например, со 150 кг, то немедленно начинают задуматься о 160 кг. Такое отношение к повышению результатов присуще чемпионам. Но и тут нельзя торопиться. Все должно двигаться постепенно. У многих не хватает терпения следовать этому правилу. Они повышают интенсивность упражнения одновременно с увеличением объема нагрузки. А это уж слишком. Если вы пытаетесь улучшить свой результат в одном максимальном повторении какого-нибудь упражнения, то не надо пытаться одновременно с этим повышать также и общий объем работы. По отдельности нет проблем. Вместе это слишком много. Следует также заострить ваше внимание и необходимости подсчета общей нагрузки за неделю и за месяц. В борьбе с перетренированностью это необходимо. Если вы точно знаете, какой тоннаж поднимаете за неделю или за месяц, то легко сможете слегка понизить или повысить нагрузку. Если вы не владеете такими цифрами, то работаете интуитивно. А это может привести к проблемам. Скажем, вы чувствуете, что перетренированы. Если вы знаете, что ваш недельный тоннаж 50 тонн, на следующие пару недель снизьте его до 40-45 тонн. Это значительное снижение и оно позволит вам восстановиться. Если после этого вы почувствуете, что хорошо восстанавливаетесь, начинайте медленно возвращаться к 50 тоннам. А достигнув этой отметки, следите за самочувствием. Как правило, все бывает в порядке. Но если нет, опять снести тоннаж и повторите весь процесс. Есть простой метод понижения общей нагрузки без особого влияния на основные и максимальные рабочие веса. На 2-3 недели уберите из программы все изолирующие упражнения. Выполняйте только базовые упражнения. Часто люди перетренировываются из-за того, что слишком много времени проводят в зале. Занимайтесь по 40-50 минут и восстановление пойдет гораздо лучше. При появлении ощущения перетренированности необходимо оставить все сложно технические упражнения. Пытаясь выполнить рывки или подъемы на грудь в состоянии перетренированности, вы нарушаете технику, а это может стать плохим навыком. Лучше временно перейти на более простые движения. Например, вместо рывков и толчков выполнить тягу в наклоне или мертвую тягу. Если же вы игнорируете необходимое чередование высоких, умеренных и низких нагрузок, то некоторые с виду простые сплит-программы могут вызвать перетренированность. Многие их энтузиасты выполняют слишком много тяжелых тренировок одну за другой. Не каждый из них имеет солидную базу для таких нагрузок, поэтому часто они становятся скорее более утомленными, чем сильными. Есть люди, которые перетренировываются, пытаясь проверять свой максимум на каждой тренировке. Обычно это касается жима лежа. Три раза в неделю они пробуют свой максимальный сингл. Но иногда это имеет смысл, так как результат растет постоянно, но это не может длиться вечно. Когда-то рост останавливается, и если ответ не внесет изменения в программу, то результат начинает падать. Также стоит упомянуть о концепции перетренированности определенной мышечной группы. Атлеты, которые слишком много бегают, одновременно повышая нагрузку в приседаниях, могут перетренировать низ тела. Более часто, однако, возникает перетренированность плечевого пояса, плеч, рук и груди. Если какая-либо часть тела показывает признаки перетренированности, то необходимы изменения в программе. Либо понижение общей нагрузки или интенсивности, либо отказ от изолирующих упражнений, а может быть и полное перестроение тренинга. При рассмотрении проблемы перетренированности всегда возникает вопрос, нужен ли перерыв занятия. Но ответ здесь зависит от многих обстоятельств. Если вы работали настолько интенсивно, что находитесь в состоянии перетренированности уже несколько месяцев, тогда перерыв необходим. Это характерно для соревнующихся атлетов, которые иногда участвуют в нескольких соревнованиях подряд. Для них отдых очень важен. Но большинство людей не достигают такого состояния. Опытный инструктор должен заметить первые признаки. Если он увидит, что атлет начинает отходить от строгой формы при работе с весом, к которому он раньше легко справлялся, он должен четко понять, что он перетренирован. Если вы на ранней стадии перетренированности, то продолжительный отдых не нужен. Систематические занятия – это ключ к прогрессу. И если вы начнете их пропускать, неважно по какой причине, это может войти в привычку. Я иногда советую занимающимся пропустить день-другой. В этом нет ничего страшного. Вас должно тянуть в зал на занятия. Только тогда время, проведенное железом, приносит не только удовольствие, но и ощутимые результаты пользы. Одно из основных изменений, которое можно внести в программу занятий при появлении признаков перетренированности – это переход на работу силовой раме. Необходимо выполнять три базовых движения – жим, тягу и приседания. Можно применить как чисто изометрические, так и изотонически-изометрические комбинации в зависимости от уровня силы атлета. Занятия короткие и очень эффективные. Они не утомительны, но атлет может повысить свой уровень силы, а одновременно с этим восстанавливаясь. Чтобы не допустить перетренированности, важна профилактика. Обратите внимание на вашу рабочую нагрузку и интенсивность. Отслеживайте изменения в программе. Собираясь повысить нагрузку в определенном упражнении, не забудьте внести коррективы в другие. Если вы планируете особо тяжелые занятия на следующей неделе, постарайтесь побольше отдохнуть. Особенно в ночь перед занятием. Внесите изменения в диету, готовясь к предстоящему стрессу. Как и в большинстве других областей жизни, мелочи тут играют огромную роль. Желаю вам успеха!